Революция и контрреволюция В соответствии с тем, что такое революция, надо понимать, что революция возникает не внезапно, а к ней ведется определенная подготовка. Прежде чем произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, была проделана очень большая работа под подготовки рабочего класса к тому, чтобы он был способен осуществлять государственную власть. В чем состоит эта подготовка? Во-первых, она состоит в том, если речь идет о сознательной подготовке, что создается серьезная, большая боевая партия того класса, который собирается совершить революцию. Можно сказать, что подготовка в этом смысле к революции началась с 1898 года, когда состоялся первый съезд РСДРП. Это было первое начало, но начало еще не содержало программы партии, поэтому было не вполне началом. А вот со второго съезда 1903 года, можно считать, начинается подготовка к пролетарской революции в России. Ну вот от того, какая программа, и от того, как будет действовать партия, зависит, конечно, и исход революции. Что отличало программу поличвейской партии, программу РСДРП от других программ других партий? Поличевики учли замечания и Маркса, и Энгельса в отношении того, что в программе должна партия стоять запись о установлении диктатуры пролетариата. То есть к тому времени у Маркса, у Энгельса уже однозначно сформировалась такая позиция, что нельзя просто взять и пустить в ход ту власть, которая есть, или то государство, которое есть, для тех целей, которые должен осуществлять другой класс. То есть парламентская, скажем, демократия, она не способна к осуществлению диктатуры пролетариата и не способна дать социалистической революции. Поэтому все наивные предположения о том, что можно осуществлять переход к социализму, осуществлять революцию парламентским путем, они уже теперь не только теоретически, но и практически на опыте длительной истории, более чем 100-летней, они показали, что буржуазная демократия – это идеальная машинка для того, чтобы обеспечивать власть буржуазии. Почему? Потому что общественное бытие определяет общественное сознание, общественное бытие буржуазное, и, следовательно, раз общественное бытие буржуазное, то и общественное мнение тоже буржуазное. То есть в большинстве голов содержится буржуазная идея. А поскольку выборы предполагают голосование в соответствии с позицией голосующего, в большинстве буржуазное, значит, поэтому большинство буржуазных голосов, большинство за буржуазные партии гарантировано. И надо сказать, что без исключения действует этот механизм. Иногда приводят пример такого рода, что, дескать, а вот Альенда и его социалистическая партия в Чили получили большинство голосов. Ну, во-первых, именно социалистическая партия Альенда отличалась тем, что она не признавала, не принимала, главное, так сказать, в марксизме, тезис о необходимости диктатуры пролетариата. И в журнале «За рубежом» в СССР была опубликована большая статья Альенда, еще задолго до тех событий, которые всем известны, «Социализм без диктатуры пролетариата» с большим красным заголовком. События в той же Чили показали, что никакие, так сказать, голосования в парламенте не решают проблемы, потому что все дело в том, у кого в руках сила. И, так сказать, как решить эту проблему? Это значит, что те, кто собираются осуществить революции, те, кто собираются установить другую власть, должны, соответственно, и готовиться к тому, чтобы обладать необходимой для этого силой. И вот, если взять программу большевиков, надо сказать, что обсуждение этой программы в ходе работы комиссии по подготовке программы партии для съезда показало, что был такой единственный случай за всю историю жизни Владимира Ильича Ренина, когда он, так сказать, проявлял некоторые непонимания и колебания по вопросу, очень важному для маршизма, а именно по вопросу о диктатуре пролетариата. В первоначальном тексте, а все можно то, о чем я сейчас буду говорить, легко проверить и установить, обратившись к шестому тому полного собрания сочинений Ленина, где в конце приведены подготовительные материалы и проект программы, который подготовил Плеханов, и проект программы, который подготовил Ленин, и замечание Ленина на первый проект программы Плеханова, и замечание Ленина на второй проект программы Плеханова, то есть там дан весь этот материал, и можно было видеть, как происходило становление программы РСДРП. И вот в первоначальном тексте Плеханова, А этот текст был взят за основу для выработки программы РСДРП. Вот в этом первоначальном сексе была записана необходимость установления диктатуры пролетариата. Ну а Ленин в своих замечаниях написал, зачем эта диктатура пролетариата, если достаточно будет и руководящей роли. Плеханов отреагировал на это замечание очень просто. Он взял и из своего проекта это положение снял. А Ленин, как человек дотошный, как человек, который все положения старается проверить и дойти до источников, до глубины, он за это время ознакомился с необходимыми и соответствующими высказываниями Маркса и Энгельса, где они говорили о том, что необходима диктатура пролетариата. Маркс писал об этом в критике Готской программы, Энгельс писал об этом в критике другой программы, немецкой социал-демократии, Эрфуртской программы. Короче говоря, Ленин в этом разобрался, и когда он увидел тот текст, который был, можно сказать, поправлен в Лихановом в соответствии с замечанием Ленина, он сказал, помнится, тут стоял пункт о диктатуре пролетариата. Вот и Маркс, и Энгельс на этом сугубо настаивали на необходимости, вот наличие в программе партии пролетарской тезиса о диктатуре пролетариата. Лиханов, как человек, можно сказать, академический, спокойный, он снова вставил положение о диктатуре пролетариата, которое у него и было в изначальном тексте. И вот РСДРП оказался по существу первой партией, у которого в программе стояла диктатура пролетариата. Второе. Обсуждался вопрос о цели производства, потому что это очень важно для революции, для собирания людей, для собирания масс. Ради чего делается революция? Ради того, чтобы какие-то другие люди пришли к власти? Ради того, чтобы другой класс пришел к власти? А что это даст громадному большинству трудящихся? Что это даст обычным людям? Поэтому таким очень важным, можно сказать, коренным вопросом, после вопроса о диктатуре пролетариата, был вопрос о цели социалистического производства. У Плеханова было записано так. Производство при социализме развивается удовлетворение нужд общества. Замечание Ленина по этому поводу. Такую-то организацию еще и тресты могут дать. Не правда ли? Ведь тресты обеспечивают все-таки удовлетворение нужд общества, так или иначе. А надо, пишет Ленин, чтобы производство велось для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. В итоге в программу было записано положение о том, что цель производства при социализме – обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. И вот это положение, и как положение о диктатуре пролетариата, и положение о цели производства, оно сохранилось и во второй программе партии, которая была принята на 11 съезде в тысяче… Упросите, на 8 съезде в 1919 году. Надо сказать, что вот этот проект программы проголосовало большинство, по существу все участники второго съезда РСДРП, и, как мы знаем из истории, развернулась дискуссия большая не по вопросу о программе, а по вопросу об уставе. С точки зрения подготовки рабочего класса и партии к революции – это очень важно. Либо партия является такой организацией, вроде широкого движения и клуба, в которую может каждый записываться, и согласно той формулировке устава, которую предлагал Мартов, партию может записаться, так сказать, или войти любой человек, который изредка помогает чем-то материально или другим образом партии. Ленин же настаивал на том, что членом партии может считаться только тот человек, который не только поддерживает партию материально, и не только тот, который работает для нужд партии, что-то вносит в деятельность партии, а кто работает в одной из ее организаций, и, соответственно, кто подчиняется партийной дисциплине. То есть, если бы партия была сделана согласно Мартовскому уставу, то она не могла бы провести революцию, поскольку для того, чтобы провести революцию, нужно твердое единственное выступление, очень четкое дисциплинированное всех членов партии, всего авангарда, который способствует тому, чтобы и класс тоже выступил консолидированно, чтобы он выступил и осуществил революцию. Можно сказать, что вот тот же самый Мартов, который просто ничего не сделал и никак не участвовал в разработке программы, хотя он входил в комиссии, вот среди тех материалов подготовительных есть материалы только Ленина и Плеханова, а Мартов, как говорится, так сказать, вопрос о том, какой должна быть программа, видимо, не обдумывал и ничего туда внести не мог. А вот что касается вопроса об уставе, он сюда внес, конечно, он сюда внес вполне однозначно отрицательную такую линию, которая по существу потом и стала линией меньшевизма. Именно по вопросу об уставе разделилась партия на большевиков и меньшевиков, и большевики продолжали готовиться к совершению социалистической революции, а меньшевики, как мы с вами хорошо знаем, постепенно со своим пунктом устава, и несмотря на то, что у них вроде бы и много было членов партии, вот они постепенно сошли на нет. А те, кто болтались, так сказать, между большевиками и меньшевиками, как Троцкий, который в 1919 году создавал августовский блок, пытался создать нечто среднее. Как говорил Ленин, беспринципный августовский блок, и вот к этому времени относится и оценка Ленина Троцкого, как и Удовки. И вот этот Троцкий поступал ведь не в РЗРП, он ведь поступил в партию большевиков вместе с межрайонцами, и это было уже в конце августа 1917 года, накануне совершения революции. Что же касается меньшевиков, они, как партия, так сказать, как бы умерли, не делав ничего для революции, и не сумев даже ей помешать. Но некоторые меньшевики заняли уже контрреволюционную позицию или осуждали революцию, как Плиханов и Мартов, или говорили, что не надо было ее проводить, как меньшевик, Сулханов. А большевики продолжали подготовку революции и понимали, что для революции нужна не только идейная работа, но и организационная, и хорошая ее подготовка. Интересный такой факт, что вот было два заседания Центрального комитета по вопросу о вооруженном восстании. Одно было 10 октября 1917 года, а другое 17 октября. 17 октября было, в этом смысле, последнее заседание, на котором был создан военно-революционный центр по руководству восстания. А вот 10-го, в 10 часов продолжалось обсуждение, и именно в ходе этого обсуждения в Камене-Поедяной выступали против курса на вооруженное восстание. И само это заседание проходило на квартире меньшевика Сулханова. В тайне от Сулханова, поскольку жена его была большевичкой, большевичкой, и она организовала вот у себя на квартире, на Карповке вот такое заседание Центрального комитета. Так, ну, это вот, так сказать, фактор очень важный, субъективный. Но ведь революции делают не просто партии. Партия не может по своей воле осуществить революцию, если к этому не готов, если не ведет соответствующую борьбу и сам рабочий класс, если он не ведет соответствующую организацию. И надо сказать, что рабочий класс в этом плане показал пример для всех остальных стран, поскольку в 1905 году в Иваново появились те органы, которые могут стать органами новой власти и обеспечить организационную форму диктатуры пролетариата, и которая гораздо шире, чем партия, которая втягивает, так сказать, громадное большинство людей в свою деятельность, и которые являются более демократическими, чем парламент. Такими органами являются советы. Советы образовались каким образом? Бастующие ивановские предприятия для того, чтобы скоординировать действия свои с товарищами, они из других предприятий, они создавали такой орган, в который входили представители забастовочных комитетов. В чем сила забастовочного комитета? Что он может диктовать свои условия работодателю во время забастовки, он может остановить производство в любой момент, и поэтому он представляет собой орган, обладающий силой. А вот когда ивановцы собрали представителей в Единый Совет и поставили вопрос о том, что не будет такой отдельно договариваться, что хотели предприниматели ивановские, давайте, говорит, мы будем каждый с каждым договариваться. Нет, сказал ивановский совет, договариваться будем целые с целым. Совет будет с предпринимателями в целом договариваться, а не каждый с каждым. Короче говоря, ивановский совет явился прообразом советской власти. Это власть, которая формируется по фабрикам и заводам, которая формируется самими трудящимися, и которая является естественной формой осуществления диктатуры Патриата. И, значит, такие советы в 1905 году были образованы и еще в десятках городов России. Ну, достаточно сказать, что Совет рабочих Петербурга был организован, и сейчас, скажем, если вы пойдете на четвертую линию, на четвертую Красноармейскую, около метро технологического, вы там увидите мраморную доску, что вот в этом доме в 1905 году проходило заседание Совета рабочих Петербурга, на котором выступал Ленин. Но реальную силу, можно сказать, показал Совет рабочих Москвы, который образовал декабрьское вооруженное восстание. И надо сказать, что в силу того, что речь шла о борьбе с царизмом, в борьбе с господством феодального класса, многие, по крайней мере, находились такие предприниматели, которые оказывали поддержку восставшим. Можем сказать, что, скажем, один из предпринимателей Москвы, хозяин мебельной фабрики, не только выделил значительную сумму для передачи большевикам, но и вооружил своих рабочих. Поэтому надо сказать, что Совет рабочих Москвы был таким авторитетом, ну не только для самих рабочих, он был авторитетом в обществе. И вот это выступление рабочего класса в Москве, декабрьское вооруженное восстание и создание Совета по всей стране привело к тому, что царь поторопился с созданием парламента, потому что таким орудием или оружием против Совета и против революции является парламент. И вот была образована Булагинская дума. Так что не буржуазия решила главную буржуазную задачу создания демократического или буржуазно-демократического парламента, а эту задачу решила рабочий класс, расчищая себе дорогу к будущей пролетарской власти. Ну вот, после этого последовали годы реакции, как мы знаем, и после этого казалось, что в этой беспросветности, в которую погрузилась Россия, нет выхода никакого, но продолжалась работа партии. Продолжалась работа партии и подражалось осознание того, о какой, собственно говоря, должна быть власть. И вот Ленин пришел к выводу о том, что Советы – это не просто органы забастовочной борьбы, это не просто такие органы, которые позволяют совместно выступать, решать экономические проблемы, а вон пришел к выводу, что это именно тот готовый государственный аппарат, который может заменить прежний государственный аппарат, но уже стать аппаратом государства, диктатуры, пролетариата. Маркс и Энгельс очень много написали о том, что нельзя просто взять старый государственный аппарат и пустить его в ход для нужд другого класса, для господства рабочего класса, потому что буржуазный государственный аппарат не способен выполнять другие задачи. Поэтому они однозначно говорили, что надо разбить, уничтожить, сломать буржуазный государственный аппарат. И они вот этот вывод, который они сделали, считали очень важным для себя и ставили даже себе в заслугу тот вывод о том, что нужно сломать, разбить старый государственный аппарат. А вот что значит разбить? Как его разбить? Надо сказать, что большевики во главе с Лениным, они показали, как это можно сделать, чтобы главной функцией в осуществлении строительства нового аппарата была функция созидательная, а не разрушительная. То есть большевики за основу государственной власти взяли советы, а для того, чтобы советы могли руководить, опираясь на накопленный уже опыт государственного руководства, они использовали буржуазных спецов и даже готовы были платить им большую плату в порядке даже от временного компромисса с принципами фарижской коммуны, которые предполагали, что для того, чтобы не разлагался новый государственный аппарат, надо, чтобы не было никаких денег на представительство, чтобы все трудящиеся участвовали в управлении, чтобы была обеспечена сменяемость и чтобы соблюдался всех без исключения возможность сменяемости всех к чиновнику государственного аппарата и надо, чтобы каждый на время становился бюрократом и никто не мог стать поэтому бюрократом. Порт Максимум был установлен и этот Порт Максимум тоже был одной из гарантий того, чтобы не разлагалась новая государственная система, чтобы она не заразилась бюрократизмом и карьеризмом в такой степени, чтобы разрушить сам этот государственный аппарат. Ну вот, эти мысли о том, как должен быть устроен государственный аппарат, они Ленина волновали и поэтому до революции еще он в книге «Государство и революции» больше всего был обеспокоен вопросом о том, как сделать так, чтобы этот государственный аппарат не был заражен бюрократизмом и карьеризмом настолько, что он мог позволить потерять завоевание революции и увидел что самая главная опасность, которая у нас есть, это вот бюрократизация, заражение государственного аппарата бюрократизмом. И когда ему один молодой товарищ, член партии, написал письмо о том, что вот он два раза пробовал вороться с бюрократизмом, у меня ничего не получилось. Ленин написал, что не два, а 22 раза надо было попробовать, потому что борьба с бюрократизмом такая сложная задача, что это не просто такой нарыв, который нужно вырезать, а это такая болезнь, которую нужно долго лечить. И поэтому я не уверен, что и те два раза, которые вы пробовали, вы боролись достаточно квалифицированно. В записках он пишет, что надо, если вы позвонили по телефону, и по телефону решить вопрос не удалось, тогда вооружитесь бумагами и тащите в суд за волокиту. То есть он настраивал трудящихся на то, чтобы они боролись беспощадно с бюрократизмом, с карьеризмом и с другими государственными болезнями, такими, как ведомство, сместничество и так далее. Что получилось? Получилось, что к моменту начала и проведения мировой войны, которая обострила все противоречия и создала условия для того, чтобы рабочий класс мог установить свою власть, поскольку были осуществлены все в условии так называемой революционной ситуации. Какие это? Это, во-первых, верхи не могли управлять уже по-старому, они гнали на убой и они причем гнали людей на убой, на войну, используя смертную казнь. То есть действительно бедствия были колоссальны. земля не вспахивалась, урожай трудно было убирать, поскольку мужское, крестьянское население было отправлено на войну, и поэтому в России царило разорение, то есть то условие революционной ситуации, что увеличение бедствий масс по сравнению с обычным периодом, тут имелось налицо. Это с одной стороны. С другой стороны, партия за это время, она прошла и путь теоретической подготовки, и путь борьбы во время контрреволюции, и путь участия в деятельности Советов, и она закалилась и была к этому времени подготовлена, и была по существу единственной силой, которая могла взять власть. И когда вопрос о власти встал, а встал он уже тогда, когда проходил первый съезд Советов. Вот у нас здесь на бывшей первой линии или на бывшей съездовской линии, а еще ранее она называлась Кадетская, и сейчас она называется Кадетская линия, в доме, который принадлежал Кадетскому корпусу, а сейчас принадлежит Санкт-Петербургскому Государственному Университету вот в этом самом доме есть большой зал, в котором проходил первый съезд Советов, на котором меньшевики были представлены и СССР в большинстве, а большевики, поскольку они как бы соседили по тюрьму и в ссылках находились, они такого большого количества представительства не имели на съезде, Ленин участвовал в работе этого первого съезда и когда меньшевик Соретели сказал, что сейчас в России такая ситуация, что вопрос о власти ставить нельзя, нет такой ни одной партии, которая не могла бы взять власть. Ленин сказал, есть такая партия и надо сказать, что такая партия начала подготовку к взятию власти очень систематически, то бурное время, которое весной 1917 года позволяло большевикам заседать в доме Кшесинской и активно участвовать в демонстрациях и сменилось попытками Временного Правительства арестовать Ленина, арестовать руководство Боржевистской партии. Ленин должен был гути в глубокое подполье под видом Касса. Он сначала переехал на станцию Разлив и был в доме рабочего, вернее, сказать, не в самом доме, а в сарае на втором этаже одного из рабочих Советского завода. Но поскольку он сидел и писал, и видно было, что человек сидит и пишет, то, в общем, видимо, решили, что это не очень безопасно, и он под видом финского Касса был переправлен на лодке на другую сторону озера Разлив, и там Ленин и Зиновьев находился в условиях подполья. Как всегда бывает, один человек работает в этих условиях, а другой при этом присутствует. Зиновьев ничего особенного за это время не написал, а Ленин попросил прислать ему синюю тетрадь эту книгу, в которой были записи, тетрадь записи всех высказываний Маркса и Энгельса по вопросу о государстве, так называемой синей тетради. Причем он понимал остроту положения и писал так, что вот прошу прислать мне сюда привезти синюю тетрадь для работы над книгой. То есть это вот та часть работы, которая связана с изучением соответствующих положений Маркса и Энгельса была закончена уже. Но он написал, что если меня укокошат, то прошу опубликовать эту вот синюю тетрадь. Ну вот так получилось, что не удалось найти Ленина царским и чайком временного правительства. Да, уже буржуазного временного правительства. И поэтому не удалось его укокошить, он подготовил эту книгу, эта книга была в итоге в 17-м году опубликована. И главное, что в ней было, это вот что, как надо понимать вообще государственную власть, что такое государство, что государство это орган диктатуры, что это не может быть государство, которое не было бы диктатурой какого-либо класса. Либо это диктатура одного класса, либо другого. соединять слово государство с дословом народ недопустимо. И он приводит там выдержки из работы Энгельса о том, что пока государство еще не стало, пока еще классы остаются, пока классы еще полностью не уничтожены, государство остается классом. А когда она становится народным, то есть когда классы полностью уничтожены, государство, то это орган коммунистического общественного самоуправления. В любом случае соединять слово народ со словом государство недопустимо. Это по существу жареный лед. Вот эта фундаментальная работа была подготовлена и можно сказать, что к революции большевики подготовились и теоретически, и практически самая главная работа, которую вели большевики в период вот этих бурных событий 1917 года это привлечение на свою сторону трудящихся. Чем они привлекали? Тем, что они однозначно сказали, что в случае прихода к власти большевистское правительство осуществит вековечную мечту крестьян и проведет раздел земли. Вот нынешние неграмотные идеологи говорят вот большевики отнять и разделить. Это действительно большевики такую программу взялись осуществлять, но это не большевистская программа, это та программа, которую требовали осуществить крестьяне и которая привела, не могла не привести к развитию в деревне капитализма. Потому что если землю просто разделить, это будет много частных собственников, одни будут богатеть, другие будут беднеть, будет происходить обычная капиталистическая конкуренция, ну и так собственно и произошло, что у нас в стране где-то в 28-м году восстановилась та структура, которая была до Февральской революции 17-го года, примерно 6% кулаков, также бедняки, середняки, и та структура, которую Ленин написал в работе развития капитализма в России. Так что это первое, что нужно было для привлечения большинства. Второе, большевики поддерживали установление рабочими явочным порядком рабочего дня восьмичасового. Как известно в России с 1897-го года был установлен рабочий день максимальной продолжительности не более чем 11,5 часов. А до 1897-го года никаких ограничений вообще не было. И поэтому работали по 14, по 16 часов и рабочий класс вымирал. И вот ключевики провозгласили не только поддержку перехода к восьмичасовому рабочему дню, который рабочий Петрограда осуществляли явочным порядком. Но они сказали, что если мы придем к власти, мы узаконим. То есть советское правительство, если придет к власти, оно узаконит восьмичасовой рабочий день. Более того, поскольку самым главным вопросом тогдашней жизни был вопрос о войне и мире, большевики были твердыми и последовательными сторонниками той позиции, что нужно прекратить эту мировую войну и заключить мир. Поэтому единственной и партией, единственной силой политической, которая выступала за прекращение войны, были большевики, а мы с вами хорошо знаем, что социал-демократы и социалисты второго интернационала за редким исключением, за исключением Карла Липнихта, который проголосовал в парламенте и болгарских тесняков, они по существу встали на позицию, проголосовав за военные кредиты, встали на позицию развязывания и осуществления и ведения мировой войны. И те, кто голосовали за военные кредиты, потом пошли в буржуальные правительства, а сама социал-демократическая история на этом оборвалась, потому что социал-демократическая история, как история социал-демократических рабочих партий завершилась, социал-демократы предали рабочий класс и стали на сторону буржуазии. И поэтому нынешние социал-демократы и социалисты это продолжатели дела тех предателей, которые предали рабочее дело в годы Первой мировой войны. Таким образом, большевики в своей пропаганде подчеркивали то, что они осуществят коренные чаяния и нужды трудящихся. Это заключение мира, это землю крестьянам, фабрики рабочим, 8-часовой рабочий день, и поэтому их агитация была очень успешной. В итоге, можно сказать, что те советы, которые возникали спонтанно и в которых первоначально были меньшевики, они и эсеры, составляли большинство, они большевизировались. А как это могло происходить? Если бы это был парламент, то, как говорится, до следующих выборов никаких изменений произойти не могло. Но поскольку это были советы, то здесь очень просто решается вопрос. Каждый депутат избран на каком-то заводе или на какой-то фабрике, на собрании или на конференции, и каждого можно отозвать и заменить в любой момент. Вот в этом самое главное отличие советов от других представительных органов. Что на самом деле здесь те, кто снизу избирает, те имеют такую серьезную возможность, реальную возможность отозвать того, кто их не устраивает, и заменить новым. И поэтому, особенно после Корниловского мятежа, когда выяснилось, что единственным защитником революции, в том числе и даже и буржуазной является большевистская партия, которая организовала отпор Корниловцам, После этого началась большевизация Советов, прошла большевизация Советов, и к сентябрю, или в сентябре, можно уже сказать, что войска Северного фронта, В войсках Северного фронта большевики преобладали в Совете Северного фронта, большевики преобладали в Петроградском совете, и большевики преобладали в Московском совете. Это значит, что у большевиков имелся достаточно крупный и серьезный военный, можно сказать, или вооруженный кулак для того, чтобы осуществлять революцию И гарантировать переход власти от буржуазии к рабочему классу, причем таким образом, чтобы этот переход не был связан с тяжелыми жертвами и с большими жертвами среди населения и среди восставших. Так, собственно говоря, и произошло. Более того, надо сказать, что в истории человечества не было вот такого, можно сказать, демократического подхода к организации вооруженного восстания. Дело в том, что вопрос о вооруженном восстании большевистской партии решался не узким кругом лиц, а он решался на шестом съезде в июле 1917 года. И в то время, когда Ленин находился в разливе, на Выборгской стороне, недалеко от Гранадерского моста, сейчас это дом молодежи Выборгский, вот в этом доме проходила первая часть шестого съезда РЗРП большевиков. Но поскольку место тут было не очень безопасное, то было решено перенести заседание съезда в Зонарскую заставу, и вот в Зонарской заставой прошла вторая часть съезда. За Нарской заставой, сейчас это дом 23 по улице Ивана Черных, сейчас у него в этом доме расположен музей Нарской стороны, Нарской заставы. И в этом музее висит картина, на которой показано, как Сталин делает доклад о вооруженном восстании. То есть вопрос о вооруженном восстании был поставлен на съезде, чтобы это было не решение какой-то узкой группы лиц, а решение съезда большевистской партии. Съезд, сторонний вопрос о восстании, обсудил по докладу товарища Сталин, принял решение об организации вооруженного восстания и о его подготовке. То есть с июля пошла уже непосредственная подготовка к восстанию, в том числе и технической. Вопрос о том, что восстание это такое чуть ли не воле изъявление масс, что тут не может быть никакой технической подготовки. Ну вот Сталин и другие большевики разбили такие иллюзии, что если мы хотим, чтобы наше восстание победило, а не было раздавлено, то нужно его и хорошо технически подготовить. Оно назрело, есть все объективные условия для проведения восстания, но надо его еще организовать. И вот эта организация восстания, то, чем партия занималась с июля 1917 года по октябрю. Эта организация восстания предполагала некоторые политические маневры, поскольку предлагалось представителями других партий выход из этого положения с помощью так называемого предпарламента. Но вот Ленин и другие большевики, они разоблачали эти попытки и говорили, что сейчас единственным выходом из того положения, в которое временное правительство, из того тупика, в которое временное правительство завело Россию, является, и оно не просто завело ее, оно использует смертную казнь для тех, кто отказывается идти умирать за интересы российского и мирового капитала. Поэтому вопрос о вооруженном восстании был поставлен на такую, можно сказать, основу технической подготовки. Я уже говорил о том, что 10 октября Центральный комитет обсуждал вопрос о вооруженном восстании на набережной Карповки на квартире меньшевика Суханова, поскольку жена Суханова большевичка предоставила такое для этого помещение. А 17 числа произошло расширенное заседание Центрального комитета, оно произошло в доме на Болотной. Этот дом хорошо сохранился, это была такая управа, орган местного самоуправления находился, который возглавлял Михаил Иванович Калинин. Это красивое трехэтажное здание, деревянное, с узорами. В нем обсуждался вопрос о вооруженном восстании еще раз, подошло с представителями районных организаций большевистских. На нем еще раз произошло голосование. Голосование при двух против Каменев и Зиновьев обеспечило большинство для принятия решения вооруженного восстания. И был образован военно-революционный центр по руководству восстанием. То есть партия образовала военно-революционный центр по руководству восстанием. И вот этот военно-революционный центр дальше возглавил всю необходимую подготовку восстания. Ленин в это время находился, как и другие большевики, на конспиративном положении Он жил в квартире Фофановой на Сердобольской улице около станции Оланская Там сейчас музея нет, но рядом стоит такой небольшой памятник Дуст Ленина И большая надпись на подъезде, гранитная, о том, что вот здесь, в этом доме Была последняя конспиративная квартира Ленина, с которой он вместе с рабочим ушел в Смольный 25 октября в ночь, и 25 октября на втором съезде Совета он был назначен Наряду с другими товарищами, членом Совнаркома и председателем Совета народных комиссаров Надо сказать, что Ленин был озабочен, во-первых, тем, чтобы не было никаких колебаний И надо прекратить всякие колебания по вопросу о восстании Потому что всякие колебания тут смерти подобны, что надо готовиться и действовать Во-вторых, ни в коем случае нельзя, такая мысль была, ходила Что давайте дождемся второго съезда Совета Нет, надо взять власть тогда, когда все Советы еще не закончатся Потому что если мы не возьмем власть, то после этого наше выступление может быть воспринято как путь Как переворот, и соответственно на него будут натравлены разные силы реакционные Поэтому надо, чтобы эти два процесса были совмещены И вот в это время, когда собрался второй съезд Советов Именно в это самое время большевики взяли власть И эту власть взял Петроградский Совет Хотя, так сказать, само взятие власти не представляло какой-то сложной военно-технической задачи Нужно было продемонстрировать подавляющий перевес сил Подошла Аврора 500 человек были присланы от войск Северного фронта И Красная гвардия на грузовиках подошла к Зиньему дворцу А временное правительство могло выставить только женский батальон и юнкеров Ну, я думаю, что все понимают, что какая бы то ни была битва между женским батальоном и юнкерами с одной стороны И Петроградским гарнизоном, который был на стороне большевиков Она немыслима, поэтому никакой, собственно, битвы не состоялась Никаких особенно жертв этого октябрьского восстания и нет У нас есть Марсово поле, на котором похоронены жертвы буржуазной революции Братских могил А? Братских могил Да, братских могил А вот, потому что там речь шла о тысячах жертв буржуазной революции А что касается революции пролетарской, вот первой революции пролетарской, которая победила Ну, вот, скажем, я могу назвать некоторые могилы, которые имеются в парке или с текстурами Поскольку, видимо, кто-то из юнкеров или из этого женского батальона стрельнул в тех, кто наступал Но это, говорят, что число жертв не более пяти Вот, собственно говоря, самая мирная революция за всю историю человечества Ну, если не считать, скажем, той мирной революции, которая прошла в Чехословакии в 1948 году Когда там уже стояли войска Красной Армии И поэтому там она, на фоне поддержки чехословакских коммунистов и рабочего класса Чехословакии Красной Армии Там ни о какой, так сказать, битве тоже не могла идти речь Но это, так сказать, особый случай Когда имелся перевес сил, так сказать, у тех, кто выступал Сил не своих, можно сказать, а сил уже победившего рабочего класса другой страны А вот то выступление, которое произошло в октябре 1917 года Произошло, можно сказать, ювелирным образом организовано Организовано Это вот образец тактики для всех У Ленина есть такая работа Выборы, учредительные собрания и диктатура политариата, том сороковой В этой работе рассматривается вопрос о том, как надо проводить революцию И главный вопрос, который там обсуждается Это вопрос о том, что сначала Что сначала, так сказать, добиться большинства в парламенте При господстве, так сказать, буржуазной власти При господстве буржуазных определителей воли И тогда, опираясь на это большинство, осуществить, так сказать, революцию Или другое Сначала взять власть И, используя эту власть для привлечения большинства народа Осуществив такие преобразования, которые дают необходимые блага Народу и показывать ему, что за власть создана Тогда привлечь на свою сторону большинство народа В этой статье Ленин говорит, что мы не сумасшедшие Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы управлять Для того, чтобы эта новая власть не смело На народное возмущение Нужно привлечь на свою сторону большинство народа Но нам говорят, вы сначала возьмите большинство в парламенте То есть при буржуазных определителях воли Когда все средства влияния на общественное мнение Находятся в руках буржуазии У них газеты, у них книги, у них издательства У них все печатные средства и так далее И нам предлагают ждать, когда мы получим большинство Ленин говорит, что мы сначала возьмем власть А потом с помощью власти привлечем на свою сторону большинство народа Каким образом? И он в этой статье рассказывает Причем анализирует те выборы, которые прошли в учредительное собрание И в это же самое время, когда большевики набирали большинство в советах И получили решающее большинство и в войсках Северного фронта И в Петрограде, и в Москве В это же самое время, по существу, готовились выборы в учредительное собрание Они были проведены И по итогам выборов в учредительное собрание Вполне демократических, по буржуазным меркам У большевиков оказалось второе место Второе место Ленин подчеркивает, что это не случайность А это закономерность Не может быть на выборах У того класса, который является подчиненной У представителей того класса, который является придавленным по буржуазии Не может быть у него большинства на выборах И поэтому можно сказать, что вся история парламентской демократии Вся история буржуазного парламентаризма Показывает полностью верность этой истины Что всегда, всегда выигрывает буржуазные или мелкобуржуазные партии И наоборот Что мы сделали Писал Ленин по итогам перехода власти В руки рабочего класса Что мы сделали Мы, во-первых, имея в своих руках В ключевых центрах В двух столицах В Петрограде, в Москве Большинство, в Советах В войсках Северного фронта Тоже большинство Имея в руках такой ударный кулак Мы берем власть Мы взяли эту власть И с помощью власти установили Сразу Декрет о земле Который реализовал Вековечное ичаяние крестьянства Мы дали рабочим Восьмичасовой рабочий день Закрепили его законом И объявили о рабочем контроле И сдали соответствующий декрет Мы опубликовали все Международные договоры Чтобы Показать Как за спиной народов Готовили Мировую войну То есть мы выступили Единственное из всех Воюющих стран Мы выступили с позиции Не войны А с позиции мира И мы реализовали Долгожданный интерес Без тех трудящихся Которые умирали На полях Первой мировой войны И вот таким образом Мы получили На своей стороне Большинство народа А дальше уже Дальше уже Дальше следовала проверка Этого самого большинства Как проводится проверка Дело в том, что Как говорил Ленин Всякая великая революция Невозможна без гражданской войны Почему? Потому что, скажем Бурразия Правящие классы Господствующие классы Прежние Они Десятилетиями Или столетиями Они господствовали И неужели они Так вот запросто В течение Однодневной Или двухдневной Революции Откажутся От того, чтобы Пользоваться Своими богатствами Которые получены Нетрудовым путем Что они Откажутся От самой бешеной Борьбы За власть Поэтому, конечно Рассчитывать на это Нельзя И Ленин и раньше Говорил, что Мы не хотим Быть такой партией Которая Совершая Революции Окажется В таком положении Что какая-то гордость Офицеров Даст ему по шапке И не будем мы Такой партией Поэтому Лучевики Были подготовлены Всячески Не только к тому Чтобы власть Захватить Но и ее удержать И поэтому Со всеми Лидерами Временного Правительства Была проведена Соответствующая беседа Их под честное слово Отпустили Так Еще раз Продемонстрировали Миролюбивые Характеры Правительства Вот Но это честное слово Не воевать Против советского Правительства Не все Сдержали Можно сказать Что даже Большинство Членов Временного Правительства В последующем Довольно активно Участвовало В деятельности Советских органов В хозяйственной жизни И показало себя Положительно Ну вот Скажем А те Кто воевали Против советской власти Скажем Как Краснов Краснов Пообещал Дал честное слово Офицеру Что не будет выступать Против советского Правительства Но это слово Не сдержал Поехал На дон И стал создавать Делую гвардию И начинать Гражданскую войну Его Во вторую мировую войну Англичане Передали Его Нашим войскам И у нас Его Повесили Поэтому Человек Который Не выполнил Своё Слово Офицера Получил Справедливое Возмездие Таким образом Революция Победила В довольно Сложной Борьбе Вот как И какие Уроки Принесла Революция Которая Была В России И Следовательно Вопрос Стоял Теперь Какой Следующий Этап Это Переходный Период От Капитализма К коммунизму Власть Это была Советская Власть Это была Пролетарская Власть Это была Социалистическая А экономика Это была Капиталистическая Экономика Была Капиталистическая И в ноябре И в декабре И Советское Правительство Готовило Национализацию Национализация По существу Представляла Собой Первый шаг К проведению Революции Революции В экономике У нас Экономика Была Экономикой Частной Собственности А задача Стояла Организовать Экономику Общественной Собственности И первым шагом К этому Была Национализация А для того Чтобы Национализация Была Возможна Для этого Нужно было Организовать Рабочий контроль И вот Рабочий контроль Осуществлялся Таким образом Чтобы Те Кому Предстояло Руководить Фабриками И заводами Они По крайней мере В течение Двух месяцев Научились Тому Как это Делать На примере Того Что делают Представители Капиталистов Управляющими Фабриками И заводами Поэтому Без Рабочего контроля Невозможно было Провести Национализацию Это во-первых Во-вторых Надо было Не допустить Чтобы Важнейшие части Машин и оборудования Были Демонтированы Изъяты И Закопаны Или выброшены В Неву То есть Необходимо было Предусмотреть Чтобы Ввиду Надвигающейся Национализации Средства Производства Не были Испорчены Вот Эта задача Была Осуществлена И В январе Прошла Национализация Что Произошло После Национализации Национализация Означало Что Часть Большая часть Решающая часть Средств Производства Перешла В руки Социалистического Пролетарского Государства В руки Государства Диктатура Продряда Не все Предприятия Были Национализированы Значит Часть предприятий Осталась У капиталистов Это раз Во-вторых Те Что были Национализированы Конечно Не представляли С собой Еще Общественную Собственность Потому что Решение Еще не было Сделано Для того Чтобы Они Тут Наверное Действовали В общественных Интересах Поэтому Они По Форме Можно сказать После Национализации Стали Советскими Социалистическими А по содержанию Ничего Такого Советского Социалистического Еще Не было Кроме Одного Прибыль Этих Предприятий Должна Была Ити Уже Не Капиталистам А Государству Советскому И вот С обопись Это Перечисление Прибыли Еще Коренные Вопросы Не решало Дело В том Что Что Производить Это Вопрос Не решался Еще Государством Поэтому Ни задачи Производства Не решались Ни Соответствующие Меры Не принимались Поэтому Образовался Так называемый Госкапитализм Что такое Госкапитализм Это Некоторая Часть Экономики В данном случае Очень Обширная Госкапиталистический Сектор Который Действовал По-старому Покупали Необходимые Материалы Там И средства Производства Там Где И раньше Покупали Руководство Этих Предприятий Само Решало Где Покупить И что Купить Делали То Что И раньше Делали Отправляли Тем Кто И раньше У них Брал То То И То Продолжалось Производство Такой Же И В таких Же Масштабах Но Прибыль От этого Производства Переходила Государству Ну При этом Можно было Себе Увеличивать Скажем Зарплаты Или Доходы К управляющему Персоналу Этот управляющий Персонал Их мог По такой Степени Увеличивать Что Основная Масса Прибыли Переходила Пряталась Под видом Зарплат Вот как Сейчас Скажем Если Вы Возьмете Государственные Предприятия Типа Роснефти Или Газпрома В Роснефти Члены Наблюдательного Совета Руководящего Органа Получают 28 Миллионов Рублей В месяц А в Газпроме 15 Миллионов Рублей В месяц Это Что Означает Это означает Что Примерно До 50 Тысяч Это Зарплата А дальше Идет Прибалочная Стоимость Которая Прячется Под видом Заработной Платы И поэтому Вечно У государства У нашего Российского Денег нет Денег нет А они все Ушли в карманы Тех Кто изображает Из себя Борцов За Государственную Экономику За экономику России Эти борцы Рассовывают Деньги по карманам Но Деньги такие Что Таких карманов Даже нет Чтобы они Могли Их Удержать В итоге В связи с тем Что часть Предприятий Начала Действовать Уже Сначала По заказам А потом По планам Государства Стала Проводиться Работа По плану ГОЗРО Получилась У нас Следующая Картина Что имеется Пять Экономических Укладов Социалистический Уклад Или Коммунистический Уклад Это Те Государственные Предприятия Которые Уже По единому Плану Действуют В общественных Интересах А Кому Несозначает Общий Значит Вот эти Предприятия Образуют Коммунистический Уклад Госкапитализм Это Те Предприятия Которые Формально Являются Социалистическими Государственными Но Они По старому Действуют Но Прибыль Переходит Государству Третий Уклад Это Частнохозяйственный Капитализм Который Ведется Как обычное Капиталистическое Производство В период НЭПа Можно Было Иметь До Трех Наемных Работников Каждому Капиталисту Поэтому Значит Какие-то Небольшие Предприятия Могли Существовать И Наконец Идет Мелкобуржуарный Уклад А Мелкобуржуары Это Мелкие Хозяйчики Работающие На рынок И Наконец Патриархальный Уклад Натуральное Хозяйство Когда Люди Производят Не для Продажи А для Себя И Это Потребляет В итоге Они Живут Не Вступая В какое-то Большое Разделение Труда С другими Производителями Итого Пять Укладок В чем Состояла Задача Перехода К Социализму Развивать Социалистический Уклад Развивать Социалистическое Планирование Постепенно Все больше И больше Предприятий Государственных Направляют По единому Плану На Осуществление Целей Социалистического Производства Той О которой Мы говорили Обеспечение Полного благосостояния И свободного Всестороннего Развития Всех Членов Общества Применять Передовые Приемы Производства И Передовую Технику Тем самым Экономически Выигрывать У других Предприятий Побеждать Все остальные Уклады И вот это Происходило В городе И то что Происходило В городе Привело К тому Что К 28 Году Страна Была готова К переходу На Годовые И пятилетние Планы Началось Годовое И пятилетнее Планирование И основная Масса Предприятий По существу Из Сферы Госкапитализма Перешла В коммунистический Уклад И Произошел Такой Можно сказать Переворот В этой Экономической Сфере Когда Основным В городах Стали Предприятия Которые По Общему Плану Действуют В общих Интересах И являются В этом смысле Представителями Коммунистического Уклада А Что касается Госкапитализма Он постепенно Сходил На нет Мелкая Буржуазия В городах Она Разорялась В связи с тем Что Крупные Предприятия Действующие По общему Плану Могли Производить Продукцию Дешевле И лучше И поэтому Она естественным Путем Переходила На положение Паралитариата И поступала На государственные Предприятия То есть Таял Мелкобуржуазный Уклад В городах Но Обширным Был Мелкобуржуазный Уклад В деревне И вот Здесь Мы прямо Обращаем Внимание На то Что там Революция Именно Должна Была Произойти Почему Потому что В деревне До 28 Года Развивался Капитализм И настолько Он Сильно Развился Что Кулаки Даже Очень серьезные Позиции Занимали И в советах В деревне Пришлось Создавать Комитеты Бедноты Пришлось Формировать Специальную Программу Коллективизации Которая Болешила Той Власти Которую В деревне Обрели Слои Кулаков Поэтому Коллективизация Представляла Собой Форму Революции В деревне До Коллективизации Форма Собственности Господства В деревне Частная Или Лучше сказать Даже Капиталистическая После революции Коммунистическая Форма Поскольку Кооперация Соединенная С планированием Которая уже Имела Место В городах Была не просто Буржуазной Кооперацией А была Кооперацией Которая Представляла Собой Уже Не форму Частной А форму Общественной Собственности Вот Можно сказать Что К середине 30-х годов К 36-му Году Завершилась Революция И в деревне И в городе И поэтому Можно сказать Что Вообще Завершился Переходный Период От Капитализма К коммунизму И что Наступило Наступила Первая фаза Коммунизма И вот Эта Первая фаза Коммунизма Продолжала Развиваться И Столкнулась С главным Препятствием Которое Так сказать Всегда Имелось Ввиду И имелось Ввиду Возможность Такого Препятствия Это Внешняя Буржуазная Агрессия Извне Она столкнулась С попыткой Уничтожить Социалистическую Страну Вот Она столкнулась С нападением Фашистской Германии Но Поскольку Партийное Руководство Предполагало Возможность В любой момент Такого Наступления Поэтому Постоянно Развивалось Не просто Производство Военное Производство Велось Разработка Самых Современных Средств Ведения Войны Если Если Вы Почитаете Воспоминания Конструкторов Оружия Того же Грабина Оружия Победы Которые Конструкторы Пушкина Или Скажем Яполева Который Написал О том Как Создавались Самолеты Вот Если Вы Почитаете Произведение Наших Конструкторов Того Оружия Которое Решающую Роль Сыграло Вторую Мировую Войну То Вы Видите Что Во всю Страна Готовилась Возможной Войне И Если Она Не Готовилась То Она Не Смогла Победить И Надо Сказать Что В серию Удалось Запустить Еще Не все Новинки Какие Были Как Только Они Все Пошли В серию К Сорок Третьему Году Появились Котлы И Победа Крупными Соединениями Противника И Была Обеспечена Победа В Великой Отечественной Войне Можно Сказать Что Благодаря Правильной Политике Не Только Была Совершена Социалистическая Революция Но Была Укреплена Экономическая Основа Новой Власти И Политически Власть Окрепла Все это Было Осуществлено В первой Половине 20 века Надо Сказать Что Вот То Обстоятельство Что Страна Потеряла 27 Миллионов Человек Во второй Мировой Войне Или в войне В Великой Отечественной Войне Это Очень Серьезное Обстоятельство Которое В значительной Мере Ослабило Конечно И партию Поскольку Прежде всего Коммунисты Шли на Самые Опасные Места И они Были впереди И они Шли в атаку И самые Смелые И самые Решительные И самые Непокорные В этом смысле И самые Беспощадные К врагам Надо Сказать Что Вот эти Потери Которые Понес И Партия И Люди Из Рабочего Класса Которые Осуществляли Диктатуру Патриата Тоже Пожертвовали Своей Жизнью Надо Сказать Что Это Ослабило Можно сказать Вот такой Ослабило Борьбу За интересы Рабочего Класса За интересы Дальнейшего Развития Социализма Полный Коммунизм Восстановление Восстановление Народного Хозяйства И война Во многом Подорвали Силы Рабочего Класса И Христианства И Надо Сказать Что На этой Волне Вот Тех Самые Кориористы И Бюрократы О которых Писал Ленин Чисто В теоретическом Плане В теоретическом Ключе Вот Эти Самые Кориористы И Бюрократы Которые Использовали Своё положение Не для улучшения Жизни Всего народа А для того Чтобы Улучшать Свою собственную Жизнь И Рассматривать Движение Вперёд Как Своё движение Вверх И Представители Которых Потом Представили Целую Плеяду Предателей Дела Социализма И коммунизма Надо Сказать Что Вот В это Время Произошло Произошёл Захват Власти В начале Пятидесятых Годов Той Правящей Верхушкой Которую Возглавили Ревизионисты И предатели Дела Социализма Дела Коммунизма Вольнейшей Фигурой Здесь Явился Хрущёв И После смерти Сталина Не случайно Была Очень большая Развязана Борьба За власть В верхушке Партии И Эта борьба После того Как был застрелен Берия Который Однозначно Не повернул бы Не отступил бы От тех позиций Которые Занимал Сталин Не отступил бы С позицией Последовательного Развития Социализма В полный Коммунизм После этого С помощью Запугивания В том числе И опираясь На усталость Которая была У грудячей Еще у страны Дескать Провозгласив Тезис о том Что уже Дескать Классовая борьба Завершилась Классовой борьбы Уже нету Она прекратилась Вот И до этого Партия Начиная С самого Своего возникновения Все время Говорила о том Что Классовая борьба Необходима До полного Уничтожения Классов До полного Коммунизма И тут Вдруг Группа Хрущева Заявила Уже Заявила В докладе О программе На 22-м Съезде Что в классовая Борьба Прекратилась С Деской Социализм Победил Полностью Окончательно То есть Если Предшествующее Руководство Призвало К постоянной борьбе За укрепление И развитие Социализма И говорило О том Что есть Негативные Тенденции И с ними нужно Вести борьбу То Новое Руководство Оно Проузгласило Прекращение Классовой Борьбы И Сделало Как бы Ненужным Эту Классовую Борьбу Если Социализм Победил Полностью И окончательно Хотя Это ведь Какой Социализм Это что Такое Это Неполный Незрелый Неспелый Неразвитый Коммунизм С которыми Надо бороться Размагнитили Рабочий Класс Размагнитили Партию И партия Оказалась Не готова К борьбе И Можно сказать Что Вот эта Цепочка Сменявших Сменивших Хрущеву Лидеров Они Не отличались От Хрущева В главном В основном Поскольку Они Стояли На позиции Отказа От диктатуры Пролетариата И вот То самое Главное В коммунизме В марксизме Что является Самым важным Отказ От этого Главного Марксизма От диктатуры Пролетариата Представляла С собой По существу Контрреволюция Здесь Надо сказать Что В экономике Переход К буржуазному Строе Он Также Являлся Таким же Длительным Или даже Более Длительным Чем Переход От Частно Собственности К экономике К капиталистической К социалистической У нас Социализм В экономике Островался 18 лет А переход Переход К К тому Чтобы У нас Восстановился Капитализм В экономике Реставрация Продошла Капитализм Занял 30 лет Но Съезда Съезда Когда Съезд Проголосовал За программу Которые Которые Было Изъято Положение Диктатуры Патриата И более того Было написано Что она уже Миссия Диктатуры Патриата Завершилась И что Состоялся Переход К Общенародному Государству 31 октября 1961 Да 31 октября 1961 Года По существу Произошла Политическая Контрреволюция Почему Политическая Контрреволюция Потому что Вроде бы У нас Все еще В фабрики Заводы В общественной Сообственности Социалистической Но Если диктатура Патриата Это Как писал Ленин В детской болезни Лижные В коммунизме Упорная борьба Кровавая И бескровная Насильственная И мирная Педагогическая Военная И хозяйственная Педагогическая Администраторская Против силы Традиций Старого Общества Если Все Предшествующее Время Партии И рабочий Класс Все время Боролись За И осуществили Эту борьбу За интересы Рабочего Класса Здесь Просглашено Что Прекратите Борьбу И Эта борьба Не нужна Никаких Сил нет То есть Как бы Партия Ослеплена Поскольку Нет Никаких сил С которыми Наслаждаться Нет Явлений С которыми Наслаждаться И Это Самое Ослепление Было Достигнуто Еще и Позднее Еще усилено Благодаря Тому Что При Брежневе Появилось Так называемое Усилиями Хуслова И других Ревизионистов Концепция Развитого Социализма И Вместо Понимания Социализма Как Ни развитого Ни полного Ни зрелого Коммунизма Сказ Уоссорилось Такое Представление Что Дескать Вот есть Развитой Социализм И Общенародное Государство Которое Ему Соответствует То есть Бороться Уже В общем То Не за Что И Поэтому Явление Разложения Гниения Гноения И так Далее Они Прошли Уже Пошли Семенедельными Шагами И Произошла Политическая Контрреволюция А в период До 91 Года Имел Место Переходный Период От Коммунизма К капитализму Вот На этом Мы Сегодня Эту Лекцию И Завершим Продолжение следует...